Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсун. Вон она ходит. Закусанный клещами фирмы Петерсун ходит. Вам не видно, а покажу. Вот он сидит, улыбается. Нагулялся, наскакался. Вы говорили, что без Рекса как бы и видео не видео, да? Ну вот он, Рекса. Я вот сейчас пришел с улицы с ним и немного в недоумение, то ли вот моя одежда сейчас толерантна к слушателям моим. Уважительно ли я отношусь, потому что я одел здесь у меня красный барон, кресты какие-то. Ну, что он в 1904 летал, сбивал кого, кто попадется под прицел. Это, конечно, не важно. Так что заставили меня задуматься, но не изменить свое мнение, что я ношу то, что я хочу. И никто не вправе, в принципе, мне указать. Это так, лирическое отступление. А второе лирическое отступление, ребята, да вот уже 12 человек изъявили желание принять участие в конкурсе. Осталось три человека. Я тут стараюсь, вам показываю, вбужу вас какие-то мысли, какие-то вдохновения. А вы ленитесь принять участие в конкурсе. Хотя я вам говорю, участие в конкурсе это всегда, скорее, ваша выгода. Потому что я просматриваю, я оцениваю и так далее. То есть я вам помогаю. От вас вот только требуется принять участие. Хотя он чисто добровольно. Но не в этом дело, дорогие друзья. Я скажу вам следующее, что мы сегодня с вами сделаем два... Я попытаюсь сделать два хороших натюрморта. С новым немножко, может быть, ракурсом или с новым чем-то там. Я тут даже с дачи приволок две новые крытки. Может быть, с ними что-то. Ну, в общем, мы прямо сейчас и начнем. Это очень удобно. В небольшой квартире, встал с кровати. Тут у тебя уже стоит студия и начинай фотографировать. Мы продолжим также работать с фонариками. Дождь продлится еще неделю, а то и больше, как я посмотрел. В общем, до 13-го числа я вынужден сидеть тут и изобретать какой-то солнечный свет или какой-то свет из подвала. Ну, не важно. Это только оттачивает наше мастерство. Это только двигает наши мозги в нужном направлении. Поэтому сегодня еще два. Почему сказать еще два? А потом? А потом у меня есть желание большое. Первое, поработать с вишней, с черешней. Она у нас уже пошла. Я немножко забегаю вперед. Уж очень хочется купить себе. Я таким образом оправдываю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что, давай, купи с ней винный термой, потом можешь есть. И что-то такое винное. Есть ботонок, есть разные бокалы, есть все. Времени. Ну, вот поэтому я сейчас себе освобождаю время для того, чтобы стартовать дальше. Я думаю, вам это тоже будет интересно. Итак, ребята, давайте начинать. Первое, какое изменение нас с вами ждет. Знаете, я так подумал, что неплохо бы. Неплохо бы. Я извиняюсь сзади за крест. Немножко переиграть. И создать, как бы, столб. Для этого есть возможности. То есть, мы с вами сделаем это вот так. Теперь уже. Вот так. Потом у меня идея такая есть. Закрепить здесь сверху вот этот диффузор. Для того, чтобы начать попробовать светить фонариком в различных точках. Давайте попробуем. Ну, а здесь, наверное, просто черный материал. Где-то я потерял свой черный материал. Поэтому, наверное, придется заменить какой-нибудь простой. Допустим, вот этой доской заменим. Вот. Вот такое новшество. Сейчас начну выставлять натюрморт. Вы тоже в этом поучаствуете. Если честно, я не знаю, что из этого получится. Ну, поэкспериментируем. Окей? Ну, в итоге у нас получилась вот такая построюшечка. Там я подпёр шашлычными палочками сверху с помощью зубочисток прикрепил эту диффузору свою. И мы сейчас будем посмотреть. Окей. Ну, я надеюсь, вот эта рубашка достаточно нейтральная. Хотя это комедельт. Бренд. Ну, не все такого. Нет ничего такого. Прусенького. Хотя две майки есть, но и в стирке. И так. Теперь начинаем составлять какой-нибудь натюрморт. Давайте подумаем. Так. Кто ночь еще не принимал участия? Что-то даже еще не распаковано. Олекс обожает что-нибудь в полиэтилене. Не знает, оттуда приходят вкусности, да? Но это сейчас не твой случай. Вот. Такая капуста. Не знаю. Ребята, я в капустах вообще ничего не понимаю. Честно говоря, я не ем капусту. Поэтому не трудно определить, что это за капуста. Это я девочкам оставляю. Так. Вот это наш главный предмет сегодняшний. Не ты. Не ты главный сегодня. Ты всегда главный. Ты всегда самый лучший. Но сегодня нет. Сегодня ты не участвуешь на тюрьморке. Хотя надо подумать. Капусту, если тебе сюда присобачить, то очень будешь симпатичный. Все. Рекс, не мешай. Творческому процессу уйди. Я думаю, вот этот горшок. Прямо постится сюда, да? Так. А за ним, возможно, крылька. Крыльку надо на что-то ставить. Она низковатая. Она низковатая. Она низковатая. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Шикарные листья. Надо показать же. Ну, не сильно. Всему должно быть мера. Так. Есть капуста. Так. У меня где-то здесь была капустная чистилка. А я ее что-то не вижу. Где она? Я же ее приносил. А вот тут просится помидоры. И хотя они у нас уже участвовали. Ну, мы их поставим снова. Так. Ну, недостаточно. Вот тут они. Вот эта тоже никогда еще не была здесь. Я не знаю, что это такое. Это какая-то капуста. Какая-нибудь колба или еще что-то такое. Так. Есть. Из чего еще суп? Я готовлю как бы овощное блюдо. Да? Сразу соображаю, как сделать. Что? Это вот хорошо, естественно. Вот тут надо что-то такое наполнить, что перекликалось. А что? Знаете что? У меня много морковки. Очень много. Так. Это как-то. Давайте мы ее сюда наставим. Непривычно будет. Ну, давайте попробуем. В том магазине, где я закупаюсь, ну, нет отдельной морковки. Не надо одну-две, а ты хочешь покупать вот эту целую кучу. А, мне такая идея здесь картошку положить и морковку. Надо ее использовать, морковку. Ну, вы сейчас присутствуете вживую. То есть я соображаю вживую. И как бы могут быть изменения и так далее. Вы понимаете, да? Что все что угодно может быть. Итак. Картошка. Или... О! Тапинамбур. Где он у меня? Тапинамбур. Я его в картошку положу, по-моему. Я специально выбрал такой, знаете, прям, топинамбурный такой. Вот. Ну, картошка, вернее, тут надо будет сделать следующее. Так не пойдет. Надо туда что-то положить, чтобы не проваливалось. Обычно это у меня какие-нибудь вот такие. Так. Теперь топинамбур. Вот. И здесь, в сторону центра, идем морковочку. Вот так. Вот так. Вот так. И... И... Немножко утопить. Вот. И сюда, наверное, лук еще. Сейчас притащу из кухни. Благо, недалеко все. Вот. Так. Чудненько. Ребята, это уже что-то. Сейчас я посмотрю со стороны. Надо глядеть. Со стороны. Да, неплохо. Единственное, что вот тут провал. Ну, мы его сейчас заполним немножко. Ой, какой разляпа. Полный разляпа. Ну, вот так. Так. Представим себе, что это ремка. Ну, это не ремка, конечно. Так, там у нас на суп. Давайте сюда немножко вот это положим еще капусту. Такой, знаете, не нравится. Кучерявая эта. Капуста не нравится. Нам такая... Украшательная прям, я не знаю. Ну, ее вот так. Немножечко сюда положим. Тем самым подтянем чуток. Так. Что еще? Там у нас картошка замечательная. Потемнее бы нога было горшочек, но нету. Так, сюда брусенько мы чесночок. Он хоть у нас уже участвовал не раз, но настолько интересный по фактуре, что не нравится его использовать. Так. Чувствуйте. И теперь, ребята, я вам скажу. Вот это центр наших весов. Понимаете? Вот это вот. И когда вы что-то делаете, вы взвешиваете. И вы понимаете, что это все ушло влево. Все. Значит, вот эту часть нам надо подправить. Уравновесить. Чем? А чем хотите. Я это сделаю с помощью картошки. Вот здесь положу ее. Сделаю такую горку. Вот так. И все. И все, ребята. Можно, конечно, мелкие еще помидорки кое-где побросать. Но в этом деле главное не переусердствовать. Главное не переусердствовать. Вот теперь все верно. Но. Почему? Мы поменяем местами этот помидор. И вот эту вот. Некабяку. Почему? Потому что здесь должен быть контраст. Вот, блин. Который раз пытаюсь ее куда-то пристроить. А она никуда не пристраивается. Зараза какая. Зря я купил. Целых восемьдесят центов отдал. За что? Можно было положить отсюда пару огурцов и все. Ну, видите, как они сливаются. Как бы, нет. Сейчас я вам покажу другой вариант, который наиболее будет подходящий. Подгадайте, что это. Это вот эти луковицы. Мы их сейчас аккуратно вот сюда подсунем. И спотим, есть начерва. Из-за того, чтобы не продумали сразу. Ничего, ничего. Сейчас мы все поправим. Так. Это сюда приберем. Сюда. Как сказали, муки творчества. Но это не муки, это поиск интересных решений. Интересная композиция. Вот, видите, все. То есть, вы должны следить не только за формой, вы должны следить за контрастами. Здесь у меня, естественно, что вот здесь слилось, да? Ну, я посмотрю, может быть, я сделаю потемнее в фотошопе. Так. Нет, здесь был по месту помидор. Все. И последнее. Давайте все-таки попробуем. Ну, а потом решим. Для этого у меня есть редиска, допустим, да? Пару редисочек сюда. Вот уже тут, может, по-другому выглядит сейчас. Я должен посмотреть. Так. Ну, как? Так. Теперь чуть-чуть задвинем туда, под листья, редиски вот сюда. И вот такой у нас получился замечательный натюрмортик. Можно было бы сюда ромашки еще насунуть парочку. У меня во дворе розы растут, но они сейчас не подойдут. Они сейчас не подойдут сюда. Вот этот овощной натюрморт, по стилистике нужны ромашки. Или какие-то невзрачные полевые цветочки. Подождите, ребята. Я схожу на улицу, отглянусь, может быть, где-то что-то есть. Как созмущается, что я его не брал с собой в поисках. Вот такие непритязательные цветочки, я думаю, что нам будут в аккурат. Сейчас я их поставлю. Вот такие цветочки получились. Ну что ж, пора снимать, пробовать вот эту мою методу. И так я поставил на бесконечную. Взял в руки фонарик. И давайте на цветочки, на капусточку, она самая темная. Так, что получили. Так. Ну, я думаю, что мне придется много таких сделать натюрмортов, чтобы добиться того, чего я хочу. Ну, допустим. В этом случае я буду освещать. Вот так. Секундочку. Вот. Только этот момент. Что у меня получилось? Ну, передержал я, конечно. Так, удалим это. Ну, как я сказал, только вот этот сейчас. Коротко. Совершенно коротко. Так. Ну, все это, я как говорил, раз, два, четыре, пять. Вот теперь то, что нужно. Теперь капуста вот с этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Цветочки. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. Ну, и вот этот угол у меня темный получается. Вот так положу еще. Вот так. Ну, теперь я высветил. Да. Ну, я себя сфотографировал. Молодец. Удаляем. Так. Вот так сделаю. Готово. Ну, а теперь пойдемте собирать фотошоп все это, да? Итак, дорогие друзья, давайте мы посмотрим, что мы наснимали. Так, тут у нас просто освещено, как бы без акцентов. Акцент, ну, маленький. Можем, конечно, его поднять вот так. Но я знаю, что я высвечивал вот отсюда, уже будет нормально. Вот этот, потом капусту. Потом, непонятно, а, цветочки. И теперь саму капусту вот тут. Все, отлично. Вот эти четыре берем. Открыть изображение. Ну, давай теперь возьмем за основу какую-нибудь. Вот этот. Нет, не этот, не этот. И не этот. Давайте возьмем за основу вот этот натюрмор. Так, и начнем искать, где у нас светлая часть. Вот она. Ctrl-A, Ctrl-C. Мы договорились вот с этой, да? Вот с этой, да? Ставим сюда. Убираем. Так, и с помощью... Так, где-то у нас белая была. Прозрачно сделаем 100. Опаска будет так. Хотя тут что-то произошло непонятно. Так, надо было нам это совместить, конечно же. Ну, да ладно, сейчас мы посмотрим. Так. Представим, что все нормально, допустим. И чем дальше? Что у нас тут у нас? Вот этот момент. Где у нас цветы наиболее симпатичные? Вот они они. Берем его. И вот сюда подгружаем цветы. Так. Убираем. Ага, ага, ага. Ну, где-то вот так, наверное, да, ребят? То есть, как бы основа есть. А дальше мы еще будем с этим работать. Во-первых, вы видите, что я тут просчитался. Но я увидел это. Но дело в том, что... Двигать весь натюрморт мне уже не хотелось, я вам честно скажу. Поэтому я решил сделать так. 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 Э-э-э. Двести пикселей. Ну, понятно. Один. Не надо нам это. Так. Еще раз. Так. Ну, с прошлого раза осталось. То, чтобы сохранил. Окей. Выделяем эту доску. И ставим ее туда, куда нам нужно. Вот, допустим, вот сюда. Можем пояснее еще поиграть. И так вот. Так. Хорошо. Соединяем. Ctrl-E. Так. И здесь то же самое. Берем вот этот кусок. Вот этот вот кусочек берем. Выделяем. И ставим его на это место. Потому что мне бы хотелось немножко... Соединяем. Немножко, чтобы было... Пространство перед горшочком. Ну, естественно, тут убираем такие вещи, которые могли бы нас придать в качестве... Вот. Вот так, да? Поэтому теперь мы можем спокойно заняться обрезанием. Услом-то какой-то. Так. Есть. Во. Вот такой натюрморщища мы получили. Но он как бы еще не торт. Вкусности мы ему сейчас придадим тем, что мы его... Во-первых, мы его затемним сейчас. Так. Пойдем в коррекцию. Возьмем вот это. Вот это. В крайнем случае только вот это. Хорошо. Вот такой у нас. Но теперь мы должны начать работать с белым... Нет, черным. Черным. И наш кружочек. Начинаем прямо этими рисовать. И прозрачность сейчас мы до половины уменьшим. Вот так. Здесь тоже темнота совсем... Совсем темнота нам не нужна. Но... Вот так пускай будет. Угу. А центр оставили. Центр оставили. Ок. Ctrl. Shift. Alt. E. Теперь. Должны это все высветить. Так. И, ребята, у меня такое ощущение, что я там крутанул и... Опа! Назад. Убил баланс белого. Я вижу, что тут какой-то зеленоватый присутствует. Ну, давайте мы соединим это сейчас. Хотя не так. Мы это соединим вот так. Ctrl. Shift. Alt. Оставим. Они нам могут пригодиться. Так. Угу. Значит, мы сейчас должны с вами поработать в качестве цветового баланса. Посмотреть, в чем дело тут. Я просто помню хорошо цвет своего этого заднего фона. И подниму, а мы сейчас будем выстраивать цвета. Можно было там прямо в этом сделать. Ну, вот так вроде выставили. Промачиваюсь постоянно. И теперь еще раз смотрим, что у нас будет, если мы это высветим. Вот так сделаем, да? Видим пересвет на луке. Ну, вот у нас не особо заводит, потому что мы переведем в черное, да? И опять выборочно поработаем в тех местах, которые нам не нравятся. А не нравится мне вот это место. Слишком уж оно темное. Тут вот, действительно маленькая картошка, наверное, оставим. А лук тем более. Вот здесь можно сделать. Причем на 100%. Пожалуй, это нормально уже смотрится. Я не знаю, нужны ли мне эти блики. Сейчас мы посмотрим, ребят. Если мы блики уберем, то есть мы сейчас поэкспериментируем. Уберем блики вот эти. Так, на морковке сильный блик. Вот здесь уберем. Здесь пару бликов. И смотрим. Да, не отвлекает. Не надо их. Или их надо делать очень-очень прозрачно. Ну, вот так матово, скажем так. Чуть-чуть. Вот так пускай остается. И то только один. И то только один. Второй берем. Угу. То есть практически эта система работает сверху. И даже удобнее, чем просто сбоку. Я вам сразу скажу, что удобнее. С резкостью у меня все отлично, великолепно. Так. И я бы такой, чтобы еще немножко, наверное, коррекция. Я посмотрю сейчас. Насыщенность нам не нужна, по-моему. Насыщенность у нас достаточно. Ну, оставим по нолям. Яркость. Так. Ну, я бы по-другому это сделаю сейчас. Все-таки мне сдается, что оттенок есть какой-то. Вот так должно быть. Вот так должно быть. Ну, вот. В принципе, и все. Чего мы хотели. Ну, можно было сюда пересадить, конечно. И здесь еще что-то добавить мелкое. Ну, ребята, это же нескончаемая штука. Можно экспериментировать. Мама, не балуйся, да? Вот. Сейчас я попробую еще. Это знамение, это треугольник. Сейчас попробую. Вот так. Дает, как бы... И... растушевку. Вот. Хотя... Там уж достаточно темно, мне кажется. Если бы я делал, то я бы сделал так. 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 И вот. Так. Так. Ну-ка, там и так темно. Ну-ка. Так. Да, ну-ну. Не может быть здесь. Вот. Такой у нас получился натюрмортик со светом сверху. Ну что ж, я думаю, эксперимент удался. Так же. Можем еще попробовать последний наш козырь. Это когда я наберу овал инструмент. Так. Секунду. Что произошло? Так. 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 Это нам не нужно. Это понятно. Так. Выбросим вот это дело. Тут все эти немы. Я, по-моему, в коррекцию удалил. Который делал коррекцию. Который делал коррекцию. Я вот изменила. Смотри, она опять то же самое. Смотри, она опять то же самое. Вот. Вот. Цветовый баланс. Вот так. Теперь. Я говорю, что мы можем еще, но мне кажется, тут достаточно. Мы можем вот наш этот взять. перевернуть выделение. Ctrl-Shift и заполнить это черным. Вот так. И сделать палик. Это палик, ребята. Это уже палик. Конечно. Так. Мы это дело преувеличим, во-первых. Так. Во-вторых, мы можем это дело деформации. Ну, и вот таким образом у меня непрозрачность еще. Можем показать, какой у нас симпатичный получился натюрмортик. И вот так, и вот так. Смотрим, вот. 75. Обычно я оставляю 75 от полного. Но сейчас я смотрю, что 75 недостаточно. Вот так сделаем. Все. Все, ребята. Вот вы теперь посмотрели композицию вместе с фотошопом. Ну, это две и поставьте третий, конечно, свет. Ну, со светом мы ограничены, поэтому приходится делать так. Я убежден, что если бы мы делали на природе это, на огороде, было бы красивше. Ну, а пока, значит, так. Пусть будет такое. Окей. Так, всего доброго. Не забываем про плюсики и голосовать, что я готов тоже принять участие в конкурсе, голосовать за конкурс. Всего доброго, друзья. В течение дня мы соберем еще один матерматик. Последний. и голосовать за конкурс.